Да, снимаем. Так, 25-е, 01-е, 16-е. Свидетели были, понимаешь? Офис фирмы «Ривный Сталь». «Капитал Сталь», сори. Так, ну, Сергей Павлович, подъехали. Приступим к третьей части скрытия китайского сейфа китайской скрипкой. И это видео я хотел бы посвятить знаменитому писателю О. Генри и его персонажу Джимми Валентайну. Ну, наши зрители, наверное, помнят, что Джимми Валентайн вскрывал сейф, в котором случайно закрылась сестра его невесты. У него было всего 10 минут времени для того, чтобы открыть этот сейф. Но сестры и невесты у нас нет. Поэтому мы поместим сейф в кота. Сказать, чтобы было интересно его открывать. Если мы не откроем этот сейф... «Кид помрёт». «Кид помрёт». Я не знаю, от чего помрёт, или от недостатка кисни, или от недостатка внимания. Но от чего-то он может загнуться. Так, я, то есть коллега, чтобы не отвлекать внимания, наделал тут всяких, короче, скрепочек. Ну, бачил в переднем видео, что ты скрепками умеешь орудовать. Да, мы сейчас вот их тут прогрепляем наш. Вот, вот, вот этих скрепочек. Это справедливые китайские скрепки? Да, справедливые китайские скрепки, да. Вот, надо обязательно снять. Маэстро подготовался. Теперь мы берём китайскую скрепочку. Вот так вот. Вставляем, как всегда, натяг. Открываем. И вот здесь, господа присяжные заседатели, мы сделаем вот такой ход конём. Мы учли ошибки из прошлого видео. У нас время закрывался сейф, как вы помните. В момент удара у нас время закрывался. Поэтому мы решили немножко, ну, мы же скрываем офисный сейф, поэтому скотч есть в каждом офисе. То есть это не дополнительный инструмент, чтобы нас не обвинили в том, чтобы детки какими-то скрываем непонятными вещами. Мы зафиксируем эту штучку. Вот. Ну, хай простит вас. Кот. Вау! Кот жив! Жив, кот! Прошу, защитяйте! Пройдите сюда поближе, чтобы вы увидели, что это реально рабочий сейф. Вот можете даже посмотреть его содержимое. Магана нет. Стой. А, глядный кот. Вот, закрываем его. Убираем, конечно, такую штучку. Вот. Вот, закроем. Еще раз откроем. Мне надо открыть ключом. Вот. Опа. Показано. Закрыт. Как видите, мы все делаем без обмана. Потому что у некоторых наших почитателей нашего таланта возникло сомнение в наших профессиональных способностях. Конечно, возникает резонный вопрос. А что бы вы делали, если бы кот поместился бы не в такой вот оригинальный китайский сейф? Хороший наш украинский сейф. Прощаем, кота. Кот, потерпи уже. Мы закрываем. Думаю, не в таке терпил. Да, это очень, вполне рабочий с выставочным. Сейф отдаем моему коллеге. Так, у Джимми Валентайна было сколько времени? 10 минут. Для вскрытия этого сейфа мы воспользуемся, не буду точно показывать как, но чтобы так примерно было видно, инструментом, который был разработан в темных коридорах НКВД или военной контрразведки. Ну, кому как больше нравится. Есть, конечно, жалкое подобие такого инструмента, выпускается в Италии, стоит 300 евро, но в отличие от нашего инструмента, сделанного из, прошу заявить, из полкновенного гвоздя, видите? Двух цвях, я имею в виду. Да, да. И этим инструментом не нужно вот так вот, вот так вот делать, как это делают на многих видео и называть это самая импрессионная отмычка. Самая импрессионная отмычка должна работать, я вам покажу, как должна работать. чтобы она лучше работала, используемся маслом. Размем, смажем нашу, ну, чтобы не было как в предыдущих видео, когда мы нечего покажем нашу импрессионную отмычка. Вот так вот, это простит наш код. Вот так должна работать самая импрессия. Оп-ля! И код на свободе. Мы берем все, что нам нужно, там, пирамидку. Закрываем сейф. Сейф открыт и закрыт. Завершилось в рабочем стане. Да. Спрячем с глаз этот инструмент под номером 927, прошу не путать, с номером 1. обращайтесь, заказывайте, спасайте котов. Кстати, по поводу Джимми Валентайна и по поводу рассказа о Генбре. С моим коллегом возник спор по поводу того, как же он открыл этот сейф. В одних источниках пишут, что он его открыл с помощью сверла, в других источниках пишут, что он открыл его с помощью чувствительных пальцев. Чувствительные пальцы якобы прототип взломщика делали тем, что срезали свои ногти до мяса и поэтому там что-то чувствовали. Как видите, это неправда. У взломщика сейфов мгновенные пальцы, не срезанные до ногтей. Все заключается в качестве инструмента. Кстати, Джимми Валентайн был первым, кто открыл профессию аварийного взломщика сейфов. Вот именно оттуда пошла профессия аварийщика. Рекомендую прочитать этот рассказ. Можете в оригинале у кого есть возможность, можете на нашем сайте римны стал комуа, куда мой коллега его выложит по нашей просьбе. Ну, еще один, конечно, вопрос. Что было бы, если бы мы поместили кота вот в этот сейф? сейф? Вот это взломостойкий несгораемый сейф. Я скажу, что коту было бы очень тяжело. Во-первых, этот сейф благодаря вот этой специальной прокладочке лишен доступа кислорода. Во-вторых, здесь стоит замок, который не открывается путем бахкания о пол, подбрасывания и каким-то там еще другим был серплоспособ. Мастер-кода на этом замке нету, как многие себе могут представить. Поэтому Джимми Валентайн открывал бы его только путем сверления. Но, если вы вспомните, у Джимми Валентайна было любимое сверло. У нас тоже есть любимое сверло, я не буду говорить, кто его делал, но такие сверла в магазине не продаются. Поэтому просверлить такой сейф могут только сотрудники нашей фирмы. Именно этим нашим любимым сверлом. Поэтому если у вас возникла проблема по вскрытию такого сейфа, или у вас возникла проблема по хранению своих документов в надежном сейфе, обращайтесь, всегда рады помочь, есть разные размеры. Что еще сказать? В следующем видео я расскажу для чего нужна эта штука. Кто будет следить за нашим каналом, ему будет интересно узнать для чего она и как она открывается. Спасибо коллегам по вскрытию, по перетаскиванию за то, что не засвидетельствовали это видео. И ждем следующих вскрытий. Счастливо!